Никельсдорф, граница Австрии и около восьми вечера в субботу Мансур, 23-летний выпускник экономического факультета университета в Алеппо, перешел венгерско-австрийскую границу из Хигешхалама в Никельсдорф. Позади остался долгий путь. В начале августа, рассказывает Мансур, выделяющийся из бредущего по дороге потока беженцев своим опрятным видом и знанием английского, он выехал из Сирии в Турцию, где провел 17 дней. Затем нелегальный перевозчик доставил его 23 августа на греческий остров Лесбос. После был обычный для большинства беженцев путь через Сербию и Венгрию, которые, следуя Дублинскому договору, вплоть до пятницы задерживала беженцев на своей территории. В ночь на субботу главы правительств Австрии, Венгрии и Германии договорились пропустить тысячи беженцев на территорию Австрии и Германии. По словам Мансура, его мечтой было поселиться в Нидерландах. Но теперь, поскольку его зарегистрировали как беженца в Венгрии, он поедет дальше в Германию, которая приостановила действие Дублинского договора для граждан Сирии. Что повлекло его в трудный путь в Европу? «Безопасный дом», — отвечает он. «Чтобы закончить мою учебу, создать семью. Это хорошее будущее. У меня есть большие мечты. Стоя на этой площадке в окружении сотен шумных людей, помощник начальника полиции Федеральной земли Бургенланд Кристиан Стелло объяснил корреспонденту РИА Новости, что людей держат здесь, чтобы не создавать толпы на станции. На поезд могут сесть 300 человек. Мы не хотим отправлять туда сразу 700 человек. Когда 300 человек отезжают, отправляются следующие, — говорит он. К вечеру субботы на таможенной площадке было, по его оценке, от 700 до 800 человек. Но беженцы продолжали идти небольшими группами по дороге с венгерской стороны, куда в течение дня их привозили автобусы из Будапешта. Около 500 человек будут отправлены на ночлег в расположенный неподалеку фестивальный зал Наварок Хили. По оценкам полицейских, с раннего утра субботы, когда начали прибывать беженцы, через Никельсдорф уже прошло более 6000 человек. Может быть ждет еще 6000, мы не знаем, — говорит Стелла. К железнодорожной станции Никельсдорфа, на которой стоял красный поезд, готовящийся отвезти беженцев на Венский западный вокзал, в субботу вечером каждые несколько минут подержал автобус с таможенной площадки. Увидев журналистов, беженцы показывали знак «Ви», «Виктория», они, наконец, попали туда, где их тепло приняли. На площадке перед станцией много волонтеров, включая переводчиков. Выходящим из автобусов беженцам сразу предлагают воду и еду. В палатке рядом, склад теплой одежды, пожертвованный австрийцами. Даже на оградах некоторых домов вдоль улицы, ведущей к станции, местные жители вывесили теплые вещи. По словам находящегося здесь начальника пресс-службы полиции Бургенланда подполковника Хельмута Марбана, утром в субботу здесь помогали и военные, и Красный Крест. К вечеру полиция и волонтеры вполне справлялись с тем, чтобы снабжать беженцев небольшими пыками и припровождать их из автобуса в ожидавший специальный поезд, курсирующий между Никельсдорфом и Веной. В течение дня беженцев отправляли не только поездами, но и автобусами, как в Вену, так и даже дальше на запад, в Линкс. Но к вечеру перешли исключительно на железнодорожный транспорт, сказал Марбан. Следующим перевалочным пунктом на пути беженцев станет западный вокзал Вены примерно в часе езды от Никельсдорфа. Там власти и благотворительные организации австрийской столицы развернули свою операцию помощи. По сообщению австрийских СМИ, в течение дня уже отправились несколько специальных поездов в Германию, куда стремятся большинство беженцев. Лишь 20 человек подали в субботу заявление на статус беженцев в Австрии, сообщает газета Der Standard. Мы не можем вернуться в Сирию, потому что война будет продолжаться. «Остановить войну невозможно», — говорит корреспондент Урия новости у станции Мамун из Хомса. Как и все, он ругает венгерских полицейских. «Здесь люди к нам хорошо относятся, не как в Венгрии. Может быть, у меня начнется новая жизнь. Я хочу поблагодарить всех людей, которые нам помогают, и австрийцев, и немцев, всех», — говорит Мамун через переводчика. Хотя большинство беженцев в Никельсдорфе из Сирии, встречаются семьи из Афганистана и Эритреи. Здесь же дежурят кареты скорой помощи. Корреспондент РИА новости стал свидетелем того, как одному из беженцев обрабатывали раны на сбитых от долгих переходов в ступнях. Австрийское общество, раньше весьма настороженно относившееся к иммигрантам, поистине всколыхнуло произошедшее на прошлой неделе трагедия, когда 71 человек, включая четверых детей, задохнулись в рефрижераторном вагоне, оставленном вблизи австрийско-венгерской границы. В минувшие выходные тема беженцев стала центральной на проходившем в горах на западе Австрии Европейском форуме Альпыбах, где собираются европейские политики, интеллектуалы и молодежь. Президент форума Франц Фишлер заявил, открывая собрание, что это не кризис беженцев, а кризис солидарности. И на форуме, и в австрийских СМИ многие в эти дни стали вспоминать, как неоднократно в прошлом Австрия принимала беженцев, ведя полемику с теми, кто, как, в частности, набирающие очки права националистическая австрийская партия свободы, выступает против иммиграции, ведя в ней угрозу культурному облику Австрии и ее социальным завоеваниям. На некоторых предвыборных плакатах партия призывает укрепить границы. Говоря об истории беженства в Австрии, общественная телерадиокомпания ОАРФ передала накануне интервью с матерью архиепископа Венского кардинала Кристофа Шонберна, которая вспоминала, как в 1945 году она с младенцем, будущим кардиналом на руках, пришла беженкой в Австрию из Брно, Брюна, откуда чехи изгоняли немецкое население. Тогда тысячи беженцев погибли в пути, из-за чего это изгнание получило название Брюнский марш смерти. А после событий пражской весны 1968 года Австрия принимала уже тысячи беженцев чехов. Именно на Австрийско-Венгерской границе в 1989 году впервые поднялся железный занавес, когда власти согласились пропустить на запад многочисленных граждан ГДР, стремившихся к свободе и процветанию. В этой ситуации закрыть двери перед иммигрантами с Ближнего Востока и из Африки означало бы признать избирательность европейской демократии. В последние недели происходит изменение в общественном климате Австрии. Те, кто хочет видеть двери страны закрытыми, замолкают, а те, кто выступает за человечность и солидарность, готовы действовать. Это позитивное и важное развитие. «Мы должны с этим справиться», — сказал президент Австрии Хайнц Фишер, выступая на Альпы-Бахском форуме. А в Никельсдорфе полицейский пресс-секретарь Марбан с гордостью говорил о том, как и волонтеры, и жители деревни помогают беженцам. «Здесь очень много частных лиц из Никельсдорфа и округи, они приносят обувь, одежду, сладости для детей». «Очень хорошая обстановка», — сказал он. «Очень хорошая обстановка» «Очень хорошая обстановка», — сказал он. Продолжение следует...